Буквально недавно я вот так еду за рулем, смотрю, у меня 6 миллионов, это полнедели две, так, три назад Пишу огромный пост о том, что мои хорошие, мои любимые, вас уже 6 миллионов Ольга Бузова, человек не нуждающийся в представлении, ну еще бы Телеведущая, радиоведущая, шеф-редактор журнала, модель, писательница А с недавнего времени еще и певица И теперь, когда все формальности соблюдены, перестаем тянуть кота за хлеб ветеринара и начинаем Наверняка многие из вас задались вопросом, откуда берутся такие таланты? Возможно, ответ кроется в биографии Ольги Так, родилась 20 января 1986 года в Ленинграде, в семье служащих на телешоу Донва попала в 2004 году Нихуан себе промежуток, как между зубами хоккеиста Ну а как же, детство, отрочество, юность Видимо, эту часть постигла та же участь, что и второй том «Мертвых душ» Гоголя Раз уж мы заговорили о писателях Гоголь, Толстой, Бузова Пару слов о ее книге Уверен, вам всем очень интересно Мне да Ольга Бузова, цена счастья Какова цена счастья? Цена такого счастья – 1700 рублей К сожалению, я не смог позволить себе приобрести Инстаграм в твердом переплете Четвертая моя книга, причем первая была написана в 2005 году Она стала бестселлером, мы продали 100 тысяч тираж Сквозь писательский талант мы добрались до самого интересного Вокал Ольги Бузовой во всей красе Встречайте Я привыкаю снова просыпаться одна Мне больше не больно Больше не больно Поверь, это не слезы, это просто вода Мне больше не больно Больше не больно Я привыкаю Хм, неплохо Вот только что-то напоминает Между нами все сильнее гравитация Наверное, я сама все придумала Хватит прятаться под одеждами Твои клятвы оказались бумажными Ну, совпадение, ну подумаешь, ну бывает Ну, ведь нот всего семь А как насчет исполнения вживую? Друзья, всем привет! Для меня огромная честь сегодня находиться вместе с вами И я хочу вместе с вами спеть мою девитную песню Под звуки поцелуи Вы готовы поддержать меня? Оля, я готов тебя поддержать Клянусь, Эри Стархан готов Только, пожалуйста, повтори еще раз Какую песню ты хочешь спеть вместе с нами? Мою девитную песню Ну, мочи Ну что, поехали! Давайте по порядку То, что она оговорилась, в этом нет ничего криминального Ну, всякое бывает Все мы люди И очень часто музыканты забывают слова Спотыкаются и падают со сцены В этом нет ничего такого Ну, наверное, ей надо было как-то поправить себя А не делать вид, что так и должно быть Это первое Второе Организационные моменты Муз-ТВ Как всегда на высоте Как настроение? Прекрасно Ну что, поехали! Третье Я далеко не самый модный парень на этой планете Скорее даже наоборот Я один из тех динозавров, кто считает, что вечернее платье нужно носить с туфлями, а не с кроссовками Но шуба на полуголое тело Хотя... Четвертое Во вступительной речи, а-ля любому оратору и не снилось Отчетливо слышно, что у Ольги в голосе присутствует сильная хрипотца Но когда она начинает петь, голос становится кристально чистым И здесь два варианта Либо это расщепление наоборот Либо фонограмма И все бы ничего, ведь фанера среди попсы это нечто само собой разумеющееся Но уж слишком очевидная разница А? Какой контраст! Справедливости ради, возьмем эту же песню, но уже другое исполнение Как у вас дела? Спасибо вам большое за вашу любовь Спасибо за то, что вы пришли Давайте попоем! Вопросы без ответов И слезы не от ветра Друг друга не слышишь Сгораем, как вспышки И снова все то же самое Сначала сиплый голос, а потом встречайте Адель Попоем! Вопросы Однако это не единственное совпадение с предыдущим исполнением Привет, Муз-ТВ! Всем привет! Как настроение, друзья? Как настроение? Теперь зажимаем Ctrl-C И снова зажимаем еще и Ctrl-V потом И у меня два вопроса На хера писать лайф, если это не лайф? И неужели так трудно попасть в свою же фанеру? Не слышишь? Сгораем Честно, не имею ничего против фонограммы Если она грамотно использована Майкл Джексон тоже много раз прибегал к ней, чтобы показывать изумленным зрителям Свои легендарные танцевальные номера Ведь каким бы ты замечательным вокалистом не был От резких движений у тебя будет сбиваться дыхание Вот именно поэтому люди и не любят попсу А любят рок, любят рэп Там человек выходит к микрофону, потому что ему самому это нравится в первую очередь Ему это приносит удовольствие Так зачем позиционировать себя как певец, если ты не поешь? Я уверен, что у Ольги достаточно денег, чтобы позволить себе педагога по вокалу И я не сомневаюсь, что при желании, коим, видимо, она обладает У нее бы получилось его освоить Но пока выходит вот это Если кто не понял, здесь заело фонограмму Знаете что? Я давно хотел себя попробовать в вокале Поэтому я подпою Ольге И для дебюта лучше партнера не придумаешь А партнер в дебюте, как вы знаете, очень важен Поэтому давайте попробуем Можно Вопросы Блять, не попал Можно еще раз? Вопросы О, отлично А что вы так смотрите? Ну смотрите сами, раз не верите Вопросы 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 Вот как так? Пошумим, блять Орел, это что такое? Почему минус есть, а вокала нет Как артисту работать? Происходит полный пиздец Ну что, давайте пошумим еще Пошумим, блять Вопросы Без ответа А вот эта же песня в исполнении Елены Темниковой Я никому не хочу грубить и никогда не ставил перед собой цели обидеть кого-нибудь Я искренне желаю Ольге творческих успехов Очень надеюсь на то, что однажды она пересмотрит свой подход к делу Ведь именно это и отличает поп-артиста от попсы А пока Ольга относится к деревянным певицам, которые без фанеры даже не осмелятся выйти на сцену На сегодня все Подписывайтесь, оценивайте видео Но самое главное, слушайте хорошую музыку Так, родилась 20 января на 1800 Так, родила на 1800, блять Хорошо сохранилась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому